Девушки отдыхают Как ни странно, этот сбой принёс нам пользу. Он подсказал мне идею для нашей сегодняшней передачи. Ребята, вот вы никогда не задумывались, почему в мире столько языков? И почему они такие разные? От чего зависит фонетика языков? Причина всему – вавилонское столпотворение. Из книги «Бытия» мы узнаём о том, что после всемирного потопа человечество было одной большой семьёй, и язык у всех был общий. Но по своей гордыне люди решили построить город и башню высотой до небес, чтобы сделать себе имя, то есть сохранить славу о себе на многие века. Когда Господь решил прервать строительство башни, смешал языки людей, и они, перестав понимать друг друга, рассеялись по всей земле. Верно, Авиус. Ну а нам сегодня предстоит разобраться ещё в некоторых особенностях разных языков. Так, например, польский язык знаменит множеством шипящих – ж, ш, ч. В десейший программ распочнемы ведомости из польски, приготовленными через телевизию Трвам. А в финском шипящие звуки отсутствуют. Интересно, что язык может влиять на культуру общения двух человек. Да что там двух человек? Даже целого народа. Например, в немецком языке слово «нет» – «nicht» – надеюсь, я правильно произнесла. Пишется вот так. Иногда это слово ставится в конце предложения и может полностью изменить его смысл. Поэтому немцы предпочитают друг друга не перебивать. На звучание и грамматику языка влияет множество всевозможных причин. Например, экономическое. Вот знаешь ли ты, Авиус, почему во французском языке так много букв, которые не читаются? Существует версия, что в средние века переписчикам книг платили за каждую букву. Поэтому они старались схитрить и растянуть слова до предела. Да, такая версия действительно есть. Вообще, на язык могут повлиять даже географические и природные особенности той местности, где проживает народ. Например, на языке индейцев микмаков некоторые деревья, названные, подумайте, в соответствии со звуком ветра, который проходит сквозь них осенью после заката. Причём, с изменением этого звука изменяются и названия деревьев. Местные жители одного из Канарских островов говорят на диалекте испанского языка, но только не обычным способом, а с помощью свиста. Оказывается, всё дело в скалистой местности острова и малом количестве дорог. Вместо того, чтобы дойти из одной деревни в другую, люди предпочитали просвистеть своё сообщение. Такой звук мог проходить расстояние до 5-6 километров. Чтобы произнести слова на этом языке, нужно прижать кончик языка к зубам и начать свистеть, одновременно произнося слова приблизительно так, как это делается во время обычного разговора. Конечно, доказать прямую связь климата с особенностями языка сложно, однако теорий существует очень много. Например, было замечено, что в некоторых странах много согласных звуков. У чехов даже есть слова без единого гласного. Самый длинный из них в переводе звучит как четверть горсти. Сейчас я попробую написать это слово. Кажется, так. Написать-то я написала, но как же мне выговорить это слово, авиус? Это слово произносится так. Четверт горст. А можно ещё разок послушать? Четверт горст. Боюсь, мне не осилить это слово. Уж очень оно непривычно для нашего языка. Ну да ладно. Похожая ситуация и в другой стране, Армении. В фонетике армянского языка 6 гласных и 30 согласных звуков. Даже фамилия всем известного армянского актёра Макрчан говорит сама за себя. А вот в равнинной Финляндии и Эстонии слова длинные, с огромным количеством гласных. Например, в эстонском слове... Сейчас напишем. Айвус, мне снова нужна твоя помощь. Это слово звучит так. Ярно. А означает оно край льда. Ага. Ну так вот, в этом певучем слове подряд идут 4 одинаковых гласных звука. Представляете? И это только единичные особенности некоторых языков. И такая специфика есть у каждого языка мира. Языки действительно очень разные. И у каждого из них свои особенности. Но несмотря на это, народы готовы идти навстречу друг другу, узнавать, путешествовать и дружить с жителями других стран. Ребята, ну ведь наверняка каждый из вас уже начал или совсем скоро начнёт изучать какой-нибудь иностранный язык. Осваивайте, постигайте новые языки, говорите на них. Ведь это действительно здорово. Знаете ли вы, что общего между суфлёром, то есть человеком, который подсказывает актёрам слова роли, и кондитерским изделием суфле? Оба эти слова происходят от французского «суфле» – «выдох дуновения». Суфле названо так потому, что оно лёгкое и воздушное. А суфлёр – потому что он должен подсказывать актёрам «едва слышно», как дуновение ветерка. Ну а к нам пришло письмо. Здравствуйте, уважаемая передача. Расскажите, пожалуйста, про весёлый жанр «лимерик». Рустам Карипов, 15 лет, город Казань. Авиус, в твоей кладовой знании наверняка есть что-нибудь о «лимериках». Конечно! «лимерик» – популярная форма короткого юмористического стихотворения, которое построено на обыгрывании бессмыслицы. Этот жанр возник в 19 веке в Великобритании. Слово «лимерик» происходит от одноимённого названия ирландского города. А знаете ли вы, ребята, почему подобные стихотворения называют именно так? Оказывается, это связано с ирландским обычаем придумывать и петь на вечеринках шуточные песенки, припевом которых была фраза «Will you come up to Limerick?» «Вы приедете в «лимерик»»?» Отцом «лимерика» называют Эдварда Лира. Вот он. Это английский художник и поэт. За свою жизнь он написал более двух сотен «лимериков». Авиус, давай-ка прочитаем один из них. Грациозный старик из Вероны станцевал две кадрили с вороной. Хоть вокруг говорили, что такие кадрили – это просто позор для Вероны. Конечно, Эдвард Лир был большим знатоком этого жанра. Однако я открою вам секрет, ребята. Написать «лимерик» может любой человек, даже мы с вами. Для этого достаточно выполнять ряд несложных правил. Итак, в классическом «лимерике» пять строчек, которые рифмуются определенным образом по схеме ААББА. Ну, давайте запишем. А, А, Б, Б, А. То есть одинаковую рифму имеют первая, вторая и пятая строчки, а третья и четвертая рифмуются между собой. То есть первая, вторая, пятая и третья, четвертая. Жил-был старичок у причала, которого жизнь удручала. Ему дали салату и сыграли сонату, и немного ему полегчало. Причала удручала, полегчала одна рифма, а салату-сонату другая. Кроме того, как вы заметили, первая, вторая и пятая строчки длиннее, они имеют большее количество слогов. Содержание «лимериков» тоже довольно просто раскладывается по строчкам. В первой строчке называется и характеризуется герой «лимерика», а также сообщается, откуда он родом или где находится в данный момент. В следующих строчках описывается какая-либо особенность персонажа или его поступок. Ну а в последней обычно подводится итог всего стишка или указывается реакция окружающих на персонажа и его действия. Виртуозная леди из Карса, чьим искусством весь мир восторгался, ловит щук на мормышку, взявший арфу под мышку, к вящей радости жителей Карса. А вот ещё одно. Как-то старец из города Праги долго в поезде ехал до Браги. Вот и Брага, кричат, но старик глуховат. Безобразие! Снова я в Праге! Ну а сейчас мы сыграем в игру «Что в сундуке». Моя первая подсказка такая. Здесь находится предмет из одного очень известного произведения русской литературы 19 века. У меня есть вопрос. Этот предмет принадлежит главному персонажу произведения? Молодец, Авиус! Это очень правильный вопрос, потому что у этого предмета было два владельца. Сначала он принадлежал главному герою, но затем был подарен одному историческому лицу. Что же это такое? Авиус, у тебя наверняка уже готов ответ. Нужна ещё одна подсказка. Хм, ну хорошо, подсказка будет такой. Предмет из сундука люди используют только зимой, для того, чтобы не замёрзнуть. Обрабатываю информацию. Авиус, ну у меня осталась последняя подсказка. Этот удивительный, но при этом невероятно простой предмет в конце концов спасает жизнь главного героя и позволяет ему воссоединиться с любимой. Ну, думаю, все наши телезрители уже догадались, что в сундуке находится тулупчик, который Петя Гринёв подарил Емельяну Пугачёву. Совершенно верно! Произведение называется «Капитанская дочка», а написал его Александр Сергеевич Пушкин. Ну, а нам пришла пора прощаться. И домашнее задание сегодня будет таким. Попробуйте сочинить смешной стишок «Лимерик». Свои стихотворения присылайте нам по адресу 109-147, город Москва, улица Марксистская, 34, корпус 7, телеканал «Радость моя» с пометкой «Академия занимательных наук «Словесность». Или оставляйте на сайте радостьмоя.ру. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин